всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет реакция на садри дина ахмедова это казахский боксер боксер они мне написали в комментариях попросили сделать реакцию говорит там как бы есть на что посмотреть будешь приятно удивлен ну давайте посмотрим ребят по поводу видео решил немножко разнообразить контент у меня сериалы потом клипы и шоу есть одно видео про интересные факты о казахстане и вот тоже решил что-то такое новенькое про боксера посмотрим давайте приступать поехали скорость именно с такими громкими заголовками эксперты и фаната бокса пестрят после каждого выступления этого молодого казахского монстра садри дина ахмедова который всего за свои 22 года уже успел навести немалую шуму своими яркими выступлениями конечно же брутальными нокаутами благодаря чему собственно и быстро набирает свою популярность именно этого молодого боксера считает достойной заменой геннадию головкину согласитесь не каждый боксер достоин такого звания значит перед нами действительно нечто интересное давай давай посмотрим ребят за боксом вообще абсолютно не слежу знаю какие-то своих там ребята костью только помню но он конечно же давно не боксирует из нынешних по веткин по-моему но вроде бы тоже он уже все насколько я знаю для меня все эти ребята это какие-то новые лица что ваш на нашего великолепного топа посвященного уничтожением от садри дина ахмедова занял бой а точнее нокаут бою против мексиканцев франциско зунига вообще практически 80 процентов соперников ахмедова являются мексиканцами такими темпами садричи в будущем получит прозвище убийца мексиканцев которую когда-то носил легендарный мэнни пакео ну а если вернуться к бою то садричи взвешивание показал свой настрой на уничтожение и уже во втором раунде в том поединке красивой серии ударов отправил соперника на пол кстати тогда на рингом вышел в доспехах гладиатора что сразу запомнилось зрителям ахмедов частенько выходит на ринг красочных костюмах создавая атмосферу шоу для зрителей блин прикольно прикольно ведет себя на ринге так что парень прекрасно понимает как надо действовать чтобы привлечь внимание и создать шоу это братва очень радует ведь многие боксеры не понимают что в профи боксе есть не только спортивная составляющая но и развлекательная так что уважение садричину но мы едем дальше ну немножко стопорну да все мы знаем бои конора макгрегора и с кем он там дрался ты это тоже непобежденный боксер там тоже вообще помимо боя такое шоу было вокруг но вы все это знаете и круто что этот боец это понимает четвертую строчку нас занимает бой садричина за титул молодежного чемпиона мира против мексиканского боксера абрахама хуареса поединок почти как и все бои нас ждали динам садричина но я так понимаю запланировать военные на какой-то и раундов вузе он всегда как бы ну типа воинское приветствие отдает красивейшего удара справа а затем добивки слева соперник садричина это удар был походу первый удар уже его как бы вывел из себя прилетел правый прямой который зарешал поединок у нас опять уничтожение ахмедовым боксеры из мексики по имени густава гарибай вообще противостояние казахских и мексиканских боксеров всегда очень зрелищное явление будущем я уверен что мы будем чаще в виде столкновения на ринге представители этих двух культур что-то меня опять не туда увело как всегда вернемся к топов для садричина добыл всего лишь третий поединок карьере все предыдущие он одержал красочно и досрочно и нетрудно догадаться что произошло в этом поединке сперва так легко и непринужденно казахстанец отправил в нокдаун соперника в пятом раунде в итоге яркая победа ахмедова нокаутом в пятом раунде ну а мы подобрались к полуфиналу топа на втором месте самый последний бой нашего молодого монстра в котором садрагин встретился с аргентинцем хосе вилля лобоса уже на выходе на ринг в лице ахмедова читалось каким мощным настроем он идет на этот поединок а именно уничтожить своего соперника что он к слову и сделал уже с самого начала боя было ясно что рано или поздно соперник будет лежать на настиле ринга что ж не буду вас томить развязочка наступила в седьмом раунде когда ахмедов жестким ударом справа отправил красивейший нокаут аргентинца чем и завершил бой смотрим как бы он насколько я понимаю у него руки были низко видать от бессилия уже просто или видать скорость да ну и почетное первое место у нас занял дебютный бой с садрагина на профессиональном ринге где он уже за 31 секунду разобрался со своим мексиканским соперником по имени тони баррерас дня как жестокого удара садрагина аж вылетел за канаты ладно меньше моих слов смотрим ну да такой киношный кадр да прям просто повис на канатах на скорость конечно все боксеры до скоростные как бы в принципе это такой сбор так вот разбирать прям что-то молниеносно боксер со своими соперниками а ведь это только начало его пути на профессионального года чем надеемся будут еще ярче моменты ну а мы с вами будем пристально следить за ребят напишите комментариях братва если вам сейчас он боксирует какие у него сейчас как бы на достижение увидеть нечто подобное в следующем обзоре пишите свои варианты в комментариях я это учту но с вами был как всегда ваш халиф всего самого наилучшего вам пока да ну чё тут скажешь красавчик спортсмен я так понимаю олимпийское золото его ждет а может быть даже уже взял мне известно это в мире бокса самая престижная награда конечно же могу ошибаться ребят если что подправлять в комментариях ну что сказать круто красавчик респект и уважуха да как говорится ну все всем пока крутой боксер надеюсь крутая реакция подписывайтесь на канал пишите комментариях удачи